Продолжение следует... Он из школы Латрачча, он ее руководитель. Школа находится в Италии, недалеко от города Бергамо. Он преподавал итальянскую литературу и уже много лет учится играть на электронной гитаре. Он играет на гитаре в группе преподавателей. Очень жаль, что Франческо говорит на итальянском. К сожалению, он говорит на итальянском, и у нас два перевода на итальянский и на русский. К сожалению, нет перевода на английский, и я прошу за это прощение. Как я уже сказал, меня зовут Франческо. Я очень рад сегодня здесь присутствовать. Я чувствую вашу дружбу, действительно. И то, что мы здесь собрались и говорим о надежде, об образовании, это что-то, в чем нуждается мое сердце. Я вас очень сильно благодарю, потому что для меня это уже акт надежды, жест надежды. Первый жест надежды — это то, что я вижу здесь сегодня. Сегодня мы собрались здесь, взрослые пришли сюда, чтобы говорить о надежде. Это для меня важный жест надежды. Но сейчас образование — это вызов в современном мире. И надежда кажется чем-то невозможным. Все сложнее не только говорить о надежде, а еще и переживать эту надежду. И поэтому очень трудно передать это нашим ученикам. В последнее время в Италии очень много говорят об одном случае, который случился в Тоскане, в центре Италии, один преподаватель подошел к столу преподавателя и сообщил преподавателю, что в этом классе, в этом помещении командую я, вы должны мне поставить хорошую оценку. И хорошо было бы, если бы вы не злили меня. То есть, в принципе, этот ученик угрожал преподавателю. И в Италии очень много обсуждался этот случай. Даже Министерство образования высказалось по этому поводу, и все сказали, что нужны более жесткие правила, нужно больше дисциплины. Но ясно и то, что очень мало говорилось о сути этой проблемы, потому что что вообще сделал этот мальчик и почему он это сделал. Все это произошло потому, что внутри у него какая-то пустота, какая-то скука, безнадежность, которая проявилась насилием. Главная причина насилия среди учеников — это то, что у них внутри какая-то пустота, экзистенциальная пустота, которая приводит их к насилию. Поэтому они и такие... такая злость у них. Я, честно говоря, больше всего шокирован. Даже не шокирован, а на меня очень сильно повлияли слова Йозефа Ратсингера. Он сказал, что преподавание никогда не было простым делом, и оно становится все тяжелее. Это хорошо знают и родители, и учителя, и священники. Все те, кто имеют прямую обязанность обучать. Поэтому говорят о большом кризисе преподавания. Конечно, ясно, что есть кризис преподавания. У нас кризис надежды. Ратсингер сказал, что на самом деле мы здесь говорим не только об ответственности взрослых, а еще и об очень распространенном менталитете, о культуре, которая создает вопросы по поводу человека, по поводу того, что истина, и что такое доброта, зачем вообще жить. Поэтому все сложнее передавать что-то важное, что-то фундаментальное от одного поколения к другому. По-моему, Ратсингер здесь говорит о сути этой проблемы, потому что действительно у нас кризис преподавания. И этот кризис преподавания касается нас всех. Это не просто вопрос для специалистов и педагогов. Это касается нас всех, потому что последствия этого кризиса я вижу все время в обществе. Два примера. Первый. Родитель подошел ко мне и сказал, что ребенок никогда не выходит из своей комнаты и все время сидит в интернете. Вы тоже знаете такие случаи, я уверена. Почему он это делает? Потому что он боится выйти из комнаты, потому что он боится настоящей жизни. Но когда он играет в видеоигры, он герой. Он главный герой, настоящий герой. А если он сталкивается с настоящей жизнью, он ее боится. И, честно говоря, во мне вызвало страх то, что я вижу тот самый страх в глазах матери. И этот страх касается и детей, и нас самих взрослых. Второй пример. Мы были на экскурсии в Риме с классом. Мы обратно вернулись, возвращались из Рима в вагоне поезда. Дети там все сидели вместе. И я вдруг увидел, что у них была проблема в общении. Они не знали, как себя вести вместе. Они чувствовали дискомфорт. И этот дискомфорт проявился оскорблениями. И в итоге все вытащили свои мобильные телефоны. И они смогли таким образом убежать от своих проблем. Что они делали? Они общались между собой, с тем, кто сидит рядом, напротив тебя. И для меня это очень важно. Потому что кризис преподавания состоит, в первую очередь, в страхе перед реальностью. И второе, проблемы в общении. Поэтому и нужно давать детям надежду. Что касается моего личного опыта, конечно, у меня нет золотого решения этой проблемы. Но я считаю, что важно, чтобы я сам прошел какой-то путь ежедневно, чтобы самостоятельно найти надежду, чтобы я нашел надежду. Наша школа основывается на учении Дона Джусани. Он написал книгу «Риск образования». И он говорит, что надежда очень важна. И тут важны переживания и взрослого, и ребенка, и сердца обоих. Поэтому очень важно самим переживать надежду, проживать надежду. Потому что если я хочу передать это своим ученикам, то я сам должен это проживать. Потому что в обратном случае я могу говорить об этом сколько угодно, но я этого не смогу передать. Второй пример. Хулиан Карон, известный священник, который руководит сейчас одним большим движением, он говорит, что преподавание — это передавание себя. То есть нужно передавать свое понимание реальности. И появляется вопрос, если я смотрю на себя со стороны, у меня есть какая-то надежда в отношении себя, потому что если у меня ее нет, то я не могу и передать эту надежду. Я приведу некоторые примеры из жизни, чтобы немного проиллюстрировать то, как я, я обычный человек, переживаю надежду каждый день. Давайте подумаем, что изменилось в нашей жизни, сделано с такими, какие мы есть. Потому что я не отличаюсь от своих учеников. Я тоже в свое время боялся, был неуверен, но что-то изменило меня в жизни. Поэтому я хотела бы у вас спросить, почему мы все сегодня здесь собрались, почему мы занимаемся темой образования сейчас, почему это нас так интересует. Может быть, потому что в нашей жизни что-то произошло, что заставило нас понять, что образование — это важно. потому что в обратном случае мы бы здесь не собрались. Во всяком случае, со мной это было именно так. Образование, а точнее надежда, пришла в мою жизнь в 14 лет. Когда мне было 14, я встретился с одним священником, который был и преподавателем, и в его глазах я увидел это пламя надежды, этот огонек. И мое сердце тоже жаждало этой надежды. И никакие правила и предписания никогда не говорили об этой надежде. Я этому нигде не учился. Но когда я увидел этого человека, как он говорит, как он поет, как он наслаждается реальностью, то он приковал меня. Он притянул меня к себе. И вот это притягивание — это очень важно. И это было настолько красиво и настолько по-человечески. И я хотел проводить время с этим взрослым человеком. Я хотел ему подражать, я хотел учиться у него, потому что в его глазах я видел то, что я искал. Я видел эту живую надежду. Надежда жила в нем. Именно поэтому я начал с ним общаться. Причем в последний раз, когда надежда во мне родилась, это было сегодня, когда я встретился с вами. Вы, кто вы говорили до этого, психологи. Встреча с вами породила во мне надежду, потому что я видел, какие настоящие живые люди, какими настоящими живыми людьми вы являетесь. Мы занимались духовными упражнениями недавно. И тогда это был другой пример, когда я увидел, когда во мне родилась надежда. Поэтому каждый день я пытаюсь зажигать этот огонек надежды. Вы все понимаете, все слышите? Да, продолжим. Примеры, которые касаются Фейсбука. Несколько месяцев назад мой бывший ученик отправил мне письмо в Фейсбуке. Этот ученик, что касается времени его обучения, он был абсолютно безнадежным. Мне казалось, что он ничего не усваивает. Сейчас он 18, и я 5 лет ничего не слышала о нем. Но он связался со мной в Фейсбуке, и я был очень удивлен. И послушайте, что он написал. «Добрый вечер, учитель. Вы знаете, я во вторник вернулся из школы домой и шел в снег. И мне вдруг вспомнился один раз, когда вы с нами пошли во время снегопада на один холм. Этот холм находится между нашей школой и стадионом. И я помню, как 5 лет назад мы все там были, на холме мы молчали и слушали снег. И в это время вы прочитали нам стихотворение. И я даже помню это стихотворение немножко, поэтому я вспомнил, нашел его в интернете, и я обнаружил, что Ада Негри — это автор этого стихотворения. И для меня это было невероятно снова прожить все это. Я надеюсь, что вы тоже рады, когда вы читаете и еще раз это проживаете. На самом деле я был так удивлен, когда я это увидел, потому что несколько лет назад я потерял надежду в отношении этого ученика. Но что-то от меня осталось у него в сердце. Когда преподаватель отвел его посмотреть на то, насколько прекрасно нас окружает, это многое дает. Я учусь у Дона Джусани, у Дона Корона. Я у них научился тому, что вокруг нас столько чудес. То, что снег идет, то, что мы можем дышать воздухом, то, что ветер дует. Я так часто выхожу с детьми на улицу, куда-нибудь на лужайку, потому что так я сам тоже могу учиться. И вот это запомнилось одному ученику, который казался настолько безнадежным, настолько невнимательным. И для меня это был прекрасный пример влияния надежды. И теперь приведу и другой пример. Очень важно учиться. И у святых, помните, изучение 12 апостолов. Даже ищи каждый день иметь личное общение со святыми, чтобы ты почивал на словах их. И я этим пользуюсь каждый день. Но я заметил, что я больше не боюсь этой пустоты внутри себя. Я не боюсь больше того, что я требователен по отношению к счастью. Для меня это больше источник. Помните, я все это открываю вокруг себя в музыке арву, в прекрасных стихотворениях. Это желание, которое я чувствую в своем сердце. И я передаю его своим ученикам. Помните, я говорил о снеге. Теперь я приведу вам другой пример. Один ученик написал это в своем последнем экзамене. Он написал, в начале основной школы преподаватель показал нам, насколько красив мир вокруг нас. И эта девочка говорит, что в начале она не поняла. Но ее изумило то, как преподаватель замечает то, что нас окружает. То есть важно, чтобы ребенок... Что ребенок не понимает, когда мы ему просто что-то говорим. А он видит, как мы сами это переживаем, и он из этого извлекает урок. Девочка видела, как я пытался объяснить детям то, что я чувствовал сам. Девочка продолжает. В шестом классе я начал понимать преподавателя весной, когда он отвел нас на лужайку с цветами. И я поняла, что если я буду внимательно наблюдать за окружающим, то это гораздо более интересно, чем просто скучно смотреть на все. Поэтому в этот момент, она говорит, я почувствовала внутри себя пустоту. Что-то, что я не понимаю. И эта пустота все разрасталась, разрасталась. Я пыталась ее заглушить. Но самое невероятное открытие было то, что я обнаружила, что есть и другие люди, которые чувствуют тоже пустоту внутри себя. Леопарди, Эдгар Ли Мастерс. Известные люди, которые тоже чувствуют эту пустоту внутри себя. Мы учили Анну Франк в школе. И Анна Франк писала. Она написала, что она хочет все, но не понимает, что это значит. Я поняла, что меня это тоже касается. Анна искала что-то, что заполнила бы эту пустоту. И эта девочка сказала, что мы с преподавателем делаем то же самое. Мы с преподавателем учим, как заполнить эту пустоту. И мне это запомнилось, потому что пустота – это то же самое, что чувствовал мальчик, который унижал своего преподавателя, о чем я говорил в начале речи. Этот мальчик не мог заполнить эту пустоту. А вот эта девочка, она нашла кого-то, кто чувствовал то же самое. И это дало ей надежду. Я приведу вам еще один пример. Видя других людей вокруг себя, я тоже учусь учиться. Потому что в обучении это очень важно. Я сам учусь у своих учеников. Приведу вам один пример. Вы знаете историю Пиноккио. Я вот недавно говорил своим ученикам о Пиноккио. Я знаю, что это произведение переведено и на русский. Буратино. Вы все знаете, да? И на уроке мы читали то место в книге Пиноккио, где отец Пиноккио идет на улицу и продает свою куртку, чтобы купить букварь для Пиноккио. И когда он возвращается, Пиноккио говорит, «Папа, а почему же ты продал свою куртку?» И что сказал отец? Потому что мне было жарко в ней. Я рассказал об этом детям. И я сказал, что жест Джепетто, продать свою куртку, это большая жертва. И все были согласны со мной. А потом взял слово Андреа. У него душа была надломлена. Он очень многое пережил в жизни. И мне казалось, что для него надежды уже точно не существует. Андреа поднял руку и сказал, «Учитель, нет, вы ошибаетесь. Самая большая жертва Джепетто состоит в том, не в том, что он Джепетто продал куртку». А я подумал, в чем же эта жертва? Я мог бы сказать, «Помолчи». Но нет. В этот момент я научился у своих преподавателей тому, что нужно слушать своих учеников. И Андреа сказал, «Самая большая жертва Джепетто состояла в том, что Джепетто сказал, что он продал куртку, потому что ему жарко. Пиноккио не узнал, насколько эта жертва большая. И я начал плакать. Я попросил Андреа повторить еще раз, что сказал Андреа. И мы все вместе записали это. Представьте теперь Андреа. Он был очень рад этому событию. Он пошел домой довольный, радостный, потому что он доказал мне, что даже мальчик с самой сломленной душой, он имеет сердце и может в себя вбирать эту надежду, эту любовь. И он нашел в этом тексте что-то более правильное, чем я сам. Поэтому надежда здесь очень важна. И мы должны понимать, что тот ребенок, который дальше всего находится от надежды, даже у него в груди бьется сердце, которое стремится к истине. И приведу вам еще один пример. У меня есть ребенок с больным сердцем. Его родители, когда записывали его в школу, они написали мне, что они не уверены, как долго мальчик сможет ходить в школу, потому что, учитывая его возраст и сложные болезни, он может в любой момент умереть. И исходя из того, что... Если я буду исходить из того, что я выучил в своей жизни, это то, что самое большое чудо, это то, что я утром могу проснуться. И я пошел на урок, увидел 28 учеников. Я был так рад. И просто сказал, как же прекрасно быть. И все замолчали. Часто мы говорим что-то важное, но ученики не замечают этого, потому что они не слушают слова, на самом деле, они слушают сердце. И тем утром мое сердце действительно говорило с ними. Я сказал, как же хорошо быть живым. И с этого времени ученики мне каждый день говорили, здравствуйте, учитель, как же хорошо быть живым. И я сам того не желаю, я передал им надежду. И самая прекрасная история случилась с этим ребенком с больным сердцем. Его звали Джованни. На Новый год мама попросила Джованни сказать тост. И Джованни сказал, мой преподаватель говорит, как же хорошо быть живым. И знаете, он прав. Это просто прекрасно. И представьте себе, этот мальчик не просто повторил то, что я сказал, а он сам подтвердил это. Он сказал, что учитель сказал, что это хорошо быть живым, и что я это подтверждаю. Подумайте об этой надежде, которую он чувствовал с такой болезнью и сказал, как же хорошо быть живым. Если вы еще не очень встали, я приведу ему последний пример. Последний пример касается ученика Матео. Матео – это мальчик, который пришел в нашу школу. И он просто не мог в классе оставаться на месте. Через каждые пять минут он должен был идти в туалет, потому что он боялся реальности. Он боялся всего нового. Каждый раз, когда он должен был что-то доказывать, он начинал плакать. Мы говорили с психологом, и психолог сказал, что здесь нет болезни, здесь проблема образовательная. И когда я встретился с родителями мальчика, я увидел то же самое в его глазах, тот же самый страх. Через три месяца Матео уже мог 20 минут проводить в классе. Через еще несколько месяцев – полчаса. И в конце года, в апреле, в один прекрасный день, Матео ждал меня в коридоре и сказал, «Учитель, а вы помогите мне лучше учиться?» Ко мне подошла мама и сказала, «Я не знаю, что происходит. Утром Матео просыпается и начинает свистеть». И даже психолог не знал, в чем дело. Но психолог сказал, что действительно, с Матео что-то происходит. Он делает домашнее задание. И что же там случилось? Мы обсудили это дело с психологом. Мы обсудили, что каждый день Матео получает много доверия с нашей стороны. Как я, так и коллеги мы знаем очень хорошо, в чем состоят наши ошибки. И поэтому мы не боимся того, что у Матео... Матео тоже совершает ошибки. И я хочу вам сказать, что самая большая ошибка Матео состоит, наверное, в том, что в седьмом классе он сделал что-то действительно плохое. Его одноклассник подошел ко мне и сказал, «Посмотрите на его руки». Он начал резать свои руки. Я посмотрел и действительно увидел, что у него разрезаны руки. Матео попросил разрешения выйти в туалет. Мы вышли с ним вместе. И мы по коридору ходили туда-сюда. Мы ничего не говорили. В полной тишине ходили туда-сюда. А почему мы молчали? Потому что что можно сказать ребенку, который начал себе вредить, что он дошел до этого? Что мы сделали молча? Что произошло во время этого молчания? Я пытался молиться святым и переживать надежду, которую Христос дает мне каждое утро. Потому что только благодаря этой надежде я могу смотреть в лицо своим ошибкам и чужим ошибкам. И в один момент Матео перестал молчать и спросил, «Учитель, вы думаете, что я ненормальный?» Я сказал, «Нет, я очень забочусь о тебе. И поверь мне, я не думаю, что ты стоишь меньше, как-то меньше достойно из-за того, что ты делаешь». И через некоторый момент пришла мама за табелем и сказала, «Вы знаете, Матео мне все рассказал. И теперь я хочу зачитать вам письмо, которое мама через три года, после того, как Матео пришел в школу, мне написала. Она пишет, «Уважаемый господин Фадигат, и каждый раз, когда мы встречаемся, у меня ком стоит в горле, и я не могу сказать ни слова. Поэтому я решила вас поблагодарить в письме. Я записала Матео в школу Латрача с большой надеждой. Я хотела что-то изменить в его жизни, в своей собственной жизни, в жизни нашей семьи, потому что каждый день стал просто невыносимым у нас дома. Матео погряз в болоте. Он когда-то был веселым ребенком, улыбчивым, а теперь он страдал от проблем. И мама говорит, «Я не могла его защитить, облегчить его страдания. У меня была надежда, но я никогда не могла надеяться на то, что я встречусь с такими прекрасными людьми, как вы, как преподаватели в вашей школе. Я вам могу это подтвердить. Мы хорошие люди, но мы и дальше развиваемся». Никогда не видел таких покойных людей, людей, которые никогда никого не винят ни в чем, которые вызывают интерес у детей, которые сами интересуются так сильно моим сыном, что они не устают видеть хорошее в нем. Я пришла к вам, когда я сама уже почти потеряла надежду, я почти сдалась, но вы так хорошо о нем отзывались, вы так его описали, как я бы сама никогда не предположила, что можно так сказать. И именно смелость — это то слово, которое я ассоциирую с вами. Я хочу вас поблагодарить. Вы очень важный человек в нашей жизни, и я благодарю Бога за то, что наши пути пересеклись. Я вам очень благодарен. Эта женщина использовала мой метод. Она нуждалась в надежде и пошла на ее поиски. И я вижу это везде. Я вижу также то, что когда я сам понимаю, что я нуждаюсь в этой надежде, когда я смотрю, обращаюсь во взвор в сторону святых и тех людей, в которых живет эта надежда, то эта надежда становится и моей. И таким образом я понимаю реальность по-другому, себя поднимаю по-другому, и свои ошибки тоже поднимаю по-другому. Я замечаю что-то новое в стихотворениях, в поэтах. Что ученикам нужно, это взрослые, которые переживают сами надежду, в которых есть надежда. Что касается преподавания, вера — это мой самый главный инструмент. И каждый день, когда я принимаю эту надежду, которую мне дает Христос, только тогда я могу ее передавать дальше. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... На самом деле, сегодня знаком надежды было также и то, что я увидел ваших учеников, и увидел, как они поют. Потому что тогда я начал понимать, какая красота нас окружает, и это тоже позволяет расти надежде. Я должен проходить километры, чтобы во мне зародилась надежда. Я вижу Христа в своих друзьях, поэтому спасибо вам большое. Я слушаю очень внимательно, и то, о чем вы говорите, это проблема всего мира. Простите, пожалуйста. Не только. Простите, пожалуйста. Можете, пожалуйста, сначала начать? Да, хорошо. Грация, Франческо. То, о чем вы говорите, это не проблема педагогики только одной. Это проблема всего мира. Каким образом можно вложить надежду преподавателям, чтобы они жертвовали своим сердцем? Практически все решается на уровне жертвы. И теология, и педагогика. Если нету жертвенности, нету положительного результата. Как эту надежду передать самим педагогам? Расскажу вам о принципах нашей школы. Метод, который мы используем, это тот же, это метод, который состоит в следующем. Личный опыт. Когда к нам приходят новые преподаватели, мы просим их пойти в класс и посмотреть собственными глазами. Наблюдать, что делает взрослый человек перед классом, тот взрослый, который общается с детьми. Потому что ни одна теория не может передать человеческое отношение. И если это человеческое отношение замечается человеком, вот только тогда можно передать надежду. По-моему, основной вопрос состоит именно в этом. Кстати, с этого года, я знаю, я очень молод, но с этого года я руковожу школой Латрачи. У нас учатся тысячи учеников. И у нас 80 преподавателей. И причем сейчас я чувствую больше, чем раньше, что моя задача сохранять в себе надежду и веру. И таким образом расширяется и мое видение мира. Таким образом я могу передавать другим то, что я сам чувствую. Если о чем-то просто говорить, то мы можем передать то, что есть в сердце. Но нужно и чувствовать это, не только говорить. Потому что тогда это будет пустое, если этого не будет. И важно еще то, что мы сами, как учителя, чувствовали эту надежду сами в себе. Если это так, то мы сможем передать это и другим. Так же, как и грамматику или лингвистику. У нас в школе дети учатся вере через грамматику. Не потому, что на уроке грамматики мы говорим о Боге. А потому, что если учитель объясняет грамматику, то преподаватель сам переживает любовь к Богу. Когда мы учим, что такое сказуемое, подлежащее, мы переживаем связь с Христом. Кстати, один раз было так, что ученик, который постоянно сидел сзади, на задней парте, пришел и спросил, не могли бы вы прийти на мое крещение? И я спросил, почему? И он сказал, когда вы говорите о географии, создается впечатление, что вы говорите о Боге. И именно этому я научился у своего ученика, то, что вы сейчас слышали. Потому что я, общаясь с учеником, пытаюсь переживать свое собственное отношение с Христом. Христос говорит со мной через моих учеников, через их вопросы, через их лица. Потому что в обратном случае я бы ничему не учился. Я учусь у тех, кто меня окружает, и у святых. Лица святых отражаются в лицах моих учеников, тех, кто смотрит на меня. Поэтому нужно постоянно думать о том, с кем вы имеете дело. Это очень хороший метод. То есть мы должны сами переживать эту надежду, эту веру. Поэтому тогда есть надежда и для этой страны, и для всего мира. Бог, например, выбрал Авраама. Но благодаря Ему весь мир обрел знания. Поэтому нужно найти Бога в себе. У нас есть время на один-два вопроса. Спасибо. Спасибо большое, Франческо. Это была фантастика. Ваши рассказы, ваши истории. А я все о наболевшем. Я понимаю, школа большая, и у вас наверняка тоже есть очень сложные ученики. И хотелось бы, чтобы вы поделились своим опытом, как вы справляетесь со своим внутренним огнем, о котором мы говорили. Так как я знаю, итальянцы – народ очень темпераментный. И поделитесь опытом, как вы общаетесь с такими учениками. Что вы пытаетесь донести им. Как вы учите их быть более… Ну, как вы укращаете их, если можно это слово применить. Спасибо. Приведу вам примеры, о которых я говорила Нори и Арву несколько лет назад. Во-первых, я скажу, что у меня нет решения на все, нет ответа на все. Но я могу действительно поделиться своим опытом. Согласно методологии Джиусани, самое главное – это опыт. Каждый день я описываю этот опыт, который образовывает меня. Я учусь на фактах. И факт состоит в том, что один ребенок разбил глаз другому. И понятно, что я должен был вмешаться. Должен был обсудить это с обоими мальчиками, потому что глаз был раскрашен. Но это случилось два года назад. Но это был важный момент. Я в первую очередь поговорил с мальчиком, который нанес удар. И в этот момент я сам понял, что я должен был действительно слушать этого мальчика, потому что когда что-то такое происходит, нам кажется, что да, мы знаем, что надо сказать. Но на самом деле в этот момент самым главным было слушать и просить Бога дать мне понять. И Бог услышал меня. Я спросила мальчика, почему ты это сделал. Я действительно хотела знать, почему он это сделал. Он тоже был ребенок с надломленной душой, с тяжелым прошлым. Он сказал, я ударил его, потому что я хотел, чтобы он оставил меня в покое. Они все время издеваются надо мной. Я хотел, чтобы это закончилось. Я просто хотел, чтобы было спокойствие. Сам мальчик дал мне ключ к тому, как ему помочь. Потому что так у меня было два варианта. Либо я могу помочь ему молитвой, и второе, я мог дать ему научиться на своем собственном опыте. И это мне показалось лучшим вариантом. Он сказал, что хочет добиться спокойствия. И он стоял передо мной, дрожал. Я спросил, ты нашел этот мир, это спокойствие? Ударив другого кулаком, ты нашел это спокойствие? Он сказал, нет, учитель, мне так плохо. И тогда я понял, что как учителю Бог отправил мне решение, как помочь этому мальчику. И я сказал ему, что есть более мужественный способ передать эту информацию другому. Не обязательно бить его. И на это он спросил, а что, для этого нужно быть взрослым? И я понял, может быть, действительно. Но на самом деле Бог понял мне, Бог помог мне благодаря этому мальчику. Я часто молюсь, слушая, потому что так Бог мне помогает. И потом зашел другой мальчик, тот, у которого глаз был раскрашен. Он сказал, учитель, не наказывайте его, я заслужил наказание. Я очень удивился. И тот, кто ударил, сказал, нет, нет, я ударил, я должен быть наказан. И другой говорит, нет, это я же издевался над тобой, я должен быть наказан. И они начали спорить между собой, кто должен быть наказан. Я этому очень удивился и сказал, послушайте, хватит. Теперь вы чувствуете себя более взрослым, когда вы защищаете правду. И вы даже рискуете тем, что вас накажут, но вы готовы взять этот риск на себя. Как вы думаете, вы более взрослые сейчас или 10 минут назад? И они сказали, сейчас. И тогда я сказал, Андреа, видишь, не обязательно быть взрослым, надо просто быть большим. И теперь ты доказал мне, что ты большой. Так что продолжай в том же духе. Они вдвоем вышли из помещения, у них урок был на улице после этого. То есть они стали друзьями, потому что каждый взял для другого стул. Самое сложное в таких трудных моментах с учениками – это то, что нам не нужно отталкиваться от различных оценок. Нам нужно доверять своей вере, своему пониманию и желанию учиться, потому что через реальность Бог дает нам понять, что мы должны сделать, как поступить. И мы помогаем нашим ученикам, когда мы помогаем им учиться на своем собственном опыте. Как сказал тот мальчик, мне так плохо. Это, конечно, может быть, не очень по-итальянски. Конечно, он говорил с итальянским темпераментом, не как я сейчас говорю. Но это приходит из христианства. Я очень многому научился у Дона Карони, у Дона Джусани, у своих друзей. Я вижу этот внутренний огонь действительно вокруг себя. Франческо, спасибо большое. Слушая вас, я знаю, что я хотел бы приехать в вашу школу на несколько дней и просто как муха слушать, муха на стенке слушать это все. Спасибо большое. Кстати, Ирина и Левика приезжали к нам в школу. И таким образом и возникла дружба между нашими школами. Большое спасибо всем. Спасибо, Франческо. Фантастик.